Всем привет! Меня зовут Бажутова Галия. Рада снова видеть вас на моем канале про хэндполк. Ну а если вы здесь впервые, добро пожаловать! Сегодняшнее видео будет немного необычное. Мы будем делать обзор на другое видео с процессом хэндполка. Целью моего обзора является ни в коем случае не оскорбление других мастеров, либо самого канала, а цель является разобрать ошибки, которые я заметила в процессе, чтобы вы их не допускали в дальнейшем. Сначала предыстория. Это видео я нашла на канале Забитые пару лет назад, когда я уже занималась хэндполком. Я изучала информацию на эту тему и, конечно же, наткнулась на рубрику «Домашняя татуировка» на канале Забитые и смотрела там эти видео. На самом деле я почерпнула немало полезной информации о том, как забивать, когда у меня совсем не было никакого опыта. И информации о хэндполке было очень мало, поэтому я благодарна каналу Забитые за эту рубрику. Но в тот момент, когда у меня уже был опыт татуировки, я посмотрела это видео, и, мягко говоря, смотреть на него было очень сложно. И на самом деле я видела эту ошибку среди новичков, поэтому сегодня я хочу ее разобрать. Этого мастера я не знаю, я не подписана на него, не знаю, занимается ли он вообще сейчас этим. Личных претензий у меня к нему никаких нет. Я надеюсь, что мой видеообзор никого не обидит, а послужит нам в образовательных целях. Кстати, отличная новость, для тех, кто приобретает мой курс, есть приятная плюшечка, скидка аж 70% на видеокурс по привлечению клиентов в соцсетях и по переписке. Из этого видеокурса вы узнаете, как правильно вести деловую переписку и общаться с клиентами, для того, чтобы они захотели приобрести у вас услугу, либо ваш продукт. И так как большинство сделок сейчас производится как раз таки в соцсетях, это будет очень полезно, особенно если вы только начинаете свое дело и вам нужно развивать вашу клиентскую базу. Промокод на скидку 70% вы получите после приобретения моего курса по хендполку. Из начала видео ясно, что мастер не претендует на звание профессионального, то есть он начал с того, что он делал домашнюю татуировку дома из подручных материалов, даже не используя перчатки, он делал просто для друзей. И со временем, когда спрос начал повышаться, он начал улучшать условия своей работы. И еще делаем скидочку на то, что видео было выложено в 2014 году, и тогда действительно было очень мало информации. Итак, думаю, достаточно дисклеймера, можно приступить к обзору. Изначально иголка, потому что как бы тачку я себе не мог позволить, а потом как-то, не знаю, сцепила, а потом попробую с чужой машинкой, мне не понравилось. Обычно на разуме, где-то у меня, не знаю, их презираем, но всегда удобно. Почему? А очень удобно, тем просто, и все, и сразу. У тебя все не как у людей, да? И все по-своему. Меня забавляет реакция Юры. Он, наверное, после кучи тату-салонов, где все делают как надо, в шоке от методов Коли Лукина. Конечно, хочется оговориться, что такой электробритва намного удобнее в том плане, что тебе не нужно постоянно тратиться на станки. И это, наверное, быстрее и менее травматично, если бритвой можно порезаться, пораниться. Но с точки зрения стерильности это не совсем правильно, потому что мы не можем брить кожу одного человека, то есть брать его микрофлору, грубо говоря, с кожи, и потом ей же брить другого человека. Получается, нам либо нужно стерилизовать этот станок полностью, либо вот эти насадки, либо лучше брать одноразовые. Ну, неспроста все мастера используют одноразовые. Вот, так что, если вдруг вам этот метод кажется удобным, я призываю задуматься. Розовые бритвы очень пугающие. Еще здесь он, во-первых, Юрий Похер и он глушит алкоголь, что тоже не очень как бы рекомендуется. Не то, что рекомендуется, это противопоказание к татуировкам, но мы тут панки, поэтому пофиг, да. Я, конечно, рада, что мастер все-таки решил обработать кожу, прежде чем наносить татуировку, но получается, что брил он необработанную кожу, опять же, со всей микрофлорой, со всей грязью, с которой человек с улицы пришел. Только потом он попшикал антисептиком, и получается, мы дополнительное раздражение делаем, когда обрабатываем кожу, которую мы уже побрили. То есть, последовательность должна быть сначала обработка кожи, потом бритье, чтобы побритую кожу мы не раздражали этими антисептиками. Скотч зубами отрывает. Просто плюнь уже на руку человеку. Окей, погнали. И самая больная часть, это хэндпоук. Я в прошлый раз, когда это видео смотрела, я тоже, у меня была такая же реакция, я не смогла до конца досмотреть. Вот, и в общем, вот эта ошибка здесь очень явно показана. Если мы знаем технику, то мы вводим иглу в отверстие, под углом. Ну, правильно, что он делает это под углом. Но мы вводим иглу и выходим. Посмотрите, как это делает он. Объяснение на самом деле правильное, что мы иглу вводим не под прямым углом, а именно под углом, для того, чтобы пигмент зацепился за кожу. Но выход у нас должен быть в том же направлении, что и вход. И здесь, получается, мастер выходит просто наверх. То есть он засовывает иглу, вспахивает кожу кверху, тем самым делая травматизацию этого прокола. И у нас получаются такие лохмоти из кожи. И в итоге такой контур, скорее всего, будет выпуклым, травмированным. Я, конечно, не видела зажившую татуировку. Сейчас посмотрим, как она будет выглядеть дальше. Но вот обратите внимание, и вот такой звук, как здесь, послушайте, его не должно быть. И, блин, я не представляю, насколько это больно должно быть. Вообще, хендпок — это безболезненный процесс. И когда, блин, даже вот вначале показали кадры, как Юра задрогался, что ли, от каждого прокола вот так, дергался. Это очень неприятно, скорее всего. Друзья, я много раз бывал в Москве. Первый раз знакомлюсь с настоящим потомственным коренным москвичем, который раскладит в себе подобных татуировки как москвичей. На самом деле за собранное место респект. То есть обратите внимание, что все замотано в пленочку, все одноразовое в плане шпатель деревянный, которое, скорее всего, он после этого выбросит немножечко вазелина, вытащено. То есть, в принципе, условия приемлемые. Кухаешь, куришь. Скажи немного о себе. Нет, я не... Наркоманишь, может? Нет. Ну как, нет, я просто... Ну, как бы, есть люди... Ну, там я могу перечислить 300 имен людей талантливых, творческих, которым алкоголь там находится, если есть ничего такого. Еще небольшая рекомендация. Если вы любите общаться с клиентом в процессе набивания татуировки, то рекомендую вам надевать одноразовую медицинскую маску. Но я думаю, что объяснять не нужно. На всякий случай объясню. Когда вы разговариваете, у вас вылетают слюни иногда, такие микрокапельки. И ваша, опять же, микрофлора по власти рта может заселиться в свежую татуировку. И правда говорят, Москва – быстрый город. Я потратил 8 часов на дорогу в Москву, ну, из Питера в Москву. Добирался со станции метро «Динамо», где был на татуировке. Он вынесся сюда где-то час с лишним. Он взял, за полчаса просто заварил мне татуировку, сказал, что ему 17, что у него в жизни все круто. Он не пьет, не курит. В общем, я остался расстроен, если честно, немножечко. Реакция Южи. Что-то он не то делал, видимо. Сегодня мы были в гостях у Коли Лукина. Если твой выбор домашней татуировкой, ты в Москве или поблизости, обращайся к этому парню. Коли, спасибо большое. Мне очень понравилось. Мне тоже. Приятно. Итак, видео, обзираемое нами, закончилось. Думаю, что вы смогли сделать свои выводы. И я надеюсь, что у этого парня все хорошо сейчас. И на самом деле, респектоз за то, что в тот момент, уже в 17 лет, еще давным-давно, он уже начал делать фэндполк в более-менее нормальных условиях. Поэтому это очень круто. И, пожалуйста, никакого хейта. Просто делаем свои выводы, учимся на ошибках и продолжаем двигаться дальше. Итак, ребят, если вам понравился такой формат со сбором других видео, можете мне тоже прислать. Я посмотрю и, возможно, сниму еще. Также буду рада вашим лайкам, репостам и подписочкам. Спасибо, что были со мной. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok